Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про дуб в вине. В одном из прошлых видео я рассказывала вам про дубовую бочку. Я рассказывала про то, как ее применять, либо не применять для домашних условий. Насколько она удобна и неудобна. Сегодня же мы поговорим про добавление, то есть про определенную альтернативу. Понятно, что дубовая щепа, то есть разговор будет о дубовой щепе. Дубовая щепа никогда не изменит дубовую бочку в полном смысле слова. Потому что в дубовой бочке, я об этом говорила, кроме того, что вино насыщается этанинами дуба, идут еще другие процессы окислительные за счет вот этих вот воздухообмен и так далее. То есть дубовая щепа никогда не заменит, но является альтернативой обогащению вина именно этими самыми танинами дуба. Ну, конечно, тоже есть разные мнения, надо, не надо. Читала как-то отзывы, что все это ерунда. Ну, конечно, я решила попробовать. Сейчас расскажу про результат, а потом расскажу, собственно, про саму эту щепу. Здесь у меня в бокале два напитка. Я как-то вам говорила, да, что у меня вино из Антония Великого. Именно над ним я экспериментирую. Ну, почему? Потому что с красным вином все гораздо проще. Туда уже что не добавляет. То есть, во всяком случае, на цвете не скажется. Но дуб добавляют и к белому вину. Ну, и вот мне было интересно, как подействовать на цвет, что вообще со всего этого будет. И чем хорош, хороший был мой эксперимент, дело в том, что само вот вино, которое получается из Антония Великого, это столовый сорт, но обладающий потрясающей сокоотдачей. То, что оно довольно нейтрально по вкусу. Нет, оно вкусное, но там нет таких вот ярко выраженных ароматов, которые бы могли вот сбить. То есть, я считаю, что это наиболее удачная для эксперимента штука. Вино пока мутное, говорю сразу. Вино молодое. Оно еще не осветлилось в полной мере, но по цвету смотрите. Вот это. Здесь никаких добавок. Вот здесь был дуб. Дуб здесь был в течение двух недель. Ну, видите, да, то есть оно... Мутное, мутное. Ну, цвет, отличия есть. Я сейчас покажу, придлину просто сюда банки. То есть, у меня было... Вот, смотрите, две трехлитровые банки. То есть, в одной ничего. Это, видно, камень начинает выпадать. И вот вторая. Камера не в полной мере передает цвет. Вы видите, более рыжий. То, как вижу я, значит, это более такой лимонненькое. Вот как лимонад, если бы его делали именно из лимонного сока. Да, такого плана. А это, ну, такой немножечко коричневато. Ну, в бокалах, вот в этом плане... То есть, вот, смотрите, в бокалах это более показательное. Разница в цвете не очень большая. Да, пока мутненькая. Но, тем не менее, то, чего вообще я очень боялась, это то, что дуб может сильно закрасить. В виноматериал, ну, ничего страшного не произошло. То есть, в белое смело можно добавлять. Значит, что касается... Ну, вот это внешний вид. К сожалению, я, кроме внешнего вида, я не могу вам передать именно тот вкус. Действительно его показать, насколько изменился продукт. Потому что тоже разное мнение слышало, что, ай, все это ерунда, нечего с этим возиться. Так вот, я вам скажу, что... Жидкость в этих двух бокалах абсолютно разная по вкусу. Абсолютно. Это два совершенно разных продукта. И если бы я не знала, что это все изготовлено из одного винограда, я бы никогда не поверила. Значит, что касается... Ну, понятно, что вино еще надо созревать, отстаиваться. Но что я вижу, понимаю уже. Значит, здесь очень свежий, приятный вкус, приятная гармония кислинки. Вино я делаю сухое. Ну, то есть сахар там, ну, 1-2% осталось, но, тем не менее, все, выбрать дело сахара я минимально добавляла. Потому что чуть-чуть не хватало сахаристости в самом сусле, в самом винограде. В общем, легкое, свежее вино из такой вот белой классики. Что получилось здесь? Ну, пока что чуть-чуть как бы... Как это правильно сказать? Ну, может, рисковатое. Но именно рисковатое. То есть оно не неприятно. Оно свежее такое. Ну, как вкус описать словами очень сложно. Что здесь? Вот если можно выразить слово мягче, вот это то, что мы... Я, например, понимала под словом мягче. То есть вот это вот, да, оно, помните, оно не резкое. Оно рисковато, оно свежее. Но вот это более мягкое. Оно более благородное. Когда пишут там на этикетках, в книжках, ароматы ванили, там еще что-то. Нет, во всяком случае пока. Но оно... Оно более богатое по вкусу. Оно гораздо приятнее. Это вкусное. Но это гораздо вкуснее. То есть получились два абсолютно разных продукта. Две недели. Вот это вот. Заняло у меня две недели. И что я могу сказать по результату? Есть смысл добавлять. Ну, действительно, есть смысл. Особенно если у вас вино само по себе получается такое легенькое, ненавязчивое, то оно становится более благородным. Вот это, наверное, будет правильное слово. Ну, помним, что вкус еще будет зависеть от того, сколько мы держим, от того, сколько мы добавили этого самого дуба. Вкус будет еще зависеть от того, какие у нас были дубовые вот это вот щепа, какой обжарки. Ну, и касательно самой дубовой щепы. Где взять? Конечно, интернет, и не только интернет, то есть специализированные магазины для виноделия изобилуют. Купить вообще не проблема. В различных формах, в кубиках, в палочках, есть совсем такое в щепе. Ну, совсем в щепе, честно говоря, я когда посмотрела упаковку, мне кажется, это вообще какой-то мусор. Опилки собрали, ну, не совсем опилки, но то, что вот на улице бывают, сыпят как мучу, вот такая же штука, то есть, ну, как-то мне кажется, не очень. Ну, в принципе, то есть, это доступно, пакетики маленькие, но я не ищу легких путей. То есть, я решила пройти этот путь от начала до конца и покажу вам, как я делала эту самую щепу самостоятельно. То есть, на самом деле, найти какие-то дубовые обрезки, дубовые дрова тоже абсолютно не проблема, по очень-очень доступной цене. Ну, а дальше вот я вам рассказываю весь-весь процесс подготовки этой самой дубовой щепы к тому, чтобы попасть в вино. У меня вот такие вот досочки. Это на самом деле мы делали корзину для пресса, ну, и вот остались такие обрезки этих самых досочек. Конечно, ну, теоретических можно было бы и так пускать, но все-таки они толстоваты. Мы же понимаем, что чем больше площадь дуба, тем быстрее пойдут процессы. Поэтому я их немножечко измельчу, но все на самом деле очень просто. Топорик, молоточек, правда, летит все в разные стороны. Ну, ничего страшного, все равно потом это еще пройдет термическую обработку. Главное, микрофон не повредить. Поэтому ничего страшного нет. Смотрите, получаются вот такие вот кубики. Похожие кубики вы можете найти в магазинах. Они продаются. Может быть, чуть-чуть по размеру они будут другие. Мне кажется, визуально чуть больше. Ну, на самом деле особо разницы именно по размеру, я думаю, что не страшно. То есть вот таких вот я нащипаю. Что еще можно сделать? В принципе, можно взять и обычные дубовые дрова, колотые. Они тоже есть в продаже. И точно так же какими-то вот такими щепочками их сделать. А в принципе, отходы дерева, перерабатывающие промышленности, из дуба делают много чего. Ну, главное, чтобы он не был ничем покрашен, не обработан. То есть до того момента, как дерево начинает проходить, вот эти все обработки, можно взять уже какие будут досочки и сделать из них более мелкую фракцию. Ну, такую, какую вам будет удобно использовать. Перед тем, как наши дубовые палочки, либо щепу использовать, нам надо ее специально подготовить. Понятно, что в магазинах вы покупаете, она уже, в принципе, готова. Там действуйте по инструкции, если мы заготавливаем сами, значит, нам надо подготовить. Первое, что нам надо сделать, это вымочить. Значит, вот эту всю красоту я помещаю в кастрюльку с водой. Зачем вымачивать, уйдут лишние танины, ну, в принципе, дерево правильно подготовится к дальнейшему использованию. Значит, в таком состоянии я оставляю где-то палочки, где-то часов на 12, но ориентировочно утро-вечер. То есть тут не столь мы уже будем засекать это время. И за это время, хотя бы раз, а то и два водичку надо будет поменять. Итак, щепки пролежали в воде 12 часов, ну, так приблизительно. Один раз я сменила воду, вот смотрите, она такая темненькая, но не сказать, что сильно черная. Она темная, сейчас мы ее сливаем и помещаем щепки в раствор соды. Пропорции 1 чайная ложка на 5 литров воды. И оставляем на ночь, ну, либо часов приблизительно на 12. Поскольку я начинала все с утра, то вот до вечера она у меня постояла в воде. Теперь я на ночь оставляю с содой. Итак, щепочки постояли ночь в содовом растворе. Как я говорила, пропорции 1 чайная ложка на 5 литров воды. Сейчас я воду сливаю, щепки прополаскиваю, ставлю пропаривать. После того, как я щепочки промыла, теперь я ставлю их пропаривать. Снизу там водичка, налью чуть больше. Вариантов два. Значит, первый вариант это пропариум. То есть, если есть какая-то такая посуда, значит, используем ее и держим щепки над горячим паром. Но тогда времени надо больше. Я читала, там кто-то говорит полчаса, а кто-то говорит два часа. Я подержу полчаса, думаю, что этого будет достаточно. Кипяток действует гораздо быстрее. Кстати, сода вообще для чего была нужна? Сода активизирует лигнины. То есть специальные вещества, которые содержатся в дубе. Ну, в принципе, все эти пропарки, это тоже активизация всех вот этих ароматических веществ, содержащихся в дереве. Так вот, в кипятке можно подержать несколько минут. Это гораздо быстрее. Ну, либо можно чуть-чуть усложнить себе задачу. То есть, именно подержать над паром. Говорю, что некоторые держат по несколько часов, все время меняют воду, которая стекает вот этот пар. Но я подержу где-то полчаса, я думаю, что будет достаточно. Вы смотрите по себе. То есть, можно несколько часов держать, особенно если есть возможность вот этих вот выстраивания конструкций. Ну, либо несколько минут в кипятке, и этого будет достаточно. 40 минут прошло, поварилось, уже даже немножко оно все у меня осталось. Смотрите, я покажу, что там. Вода коричневая, но уже не такая, уже страшно коричневая. Потому что пишут, что там надо и промывать, промывать бесконечно. Ну, я воду не меняла, вот 40 минут варила, ничего особо страшного нет. Теперь просыхает все. Ну, кстати, смотрите, 20 минут назад выключила, уже оно такое подсохшее. Можно разложить на какую-то поверхность, чтобы лучше, быстрее щепочки высохли. И уже приступим к обжарке. Итак, щепа обсохла, и теперь мы ее отправляем жариться в духовку. Существуют разные степени обжарки этой самой щепы. И в зависимости от того, как сильно она будет обжарена, будет и различный аромат. Чем сильнее, то есть сильные уже степни прожарки, когда становятся вот эти щепочки такие довольно темные, немножко даже может, ну, не совсем угольку, но такие сильно темные, там уже будет появляться запах шоколада. Если легкая обжарка, то там будут легкие нотки ванили и фруктовый аромат. Ну, я попробую начать с легкой обжарки. Значит, сейчас отправляем все это в духовку. В то же время очень разное, рекомендации очень разные. У меня духовка электрическая, поэтому я сделаю режим гриль. И начну, пожалуй, с, скажем так, самого слабенького. Посмотрим, что из этого выйдет. Задача, ну, чтобы пошел легкий-легкий дымок. Все, дальше не надо. Ну, будем смотреть, поскольку я это делаю первый раз, вам показываю свой опыт, свои эксперименты, то будем пробовать и смотреть, что же у нас в итоге получится. То есть сейчас я гриль ставлю где-то второго уровня. Ну, и по времени начнем, пожалуй, минут с 20, а дальше будем добавлять. Финально я вам скажу, что получится. Так, щипа готова. Какие нюансы? Значит, как я показывала, я ставлю на режим грей, на второй, скажем так, уровень. И у меня все заняло где-то 50 минут. После где-то 35 минут я перевернула вот эти кубики другой стороной. Ну, вот так вот просто перевернула. И все. И я так подозреваю, что у меня получилось где-то средней степень обжарки. Значит, смотрите еще, у кого духовки похожего типа, уровень. То есть я ставила не на верхний, а на средний. Потому что чем выше вы поставите, да, оно будет быстрее, оно будет дымить. Это городская квартира вообще. Если в городе будете делать, то отправьте своих домашних куда-нибудь погулять немножечко. Ну, вот в таком режиме, как я сказала, оно легкий-легкий дымок. То есть он, конечно, чуть-чуть чувствуется, но довольно легко проветривается, потому что читала много всяких устрашающих вещей, что надо каждую эту щепочку завернуть, потому что будет очень дымить. Все нормально, ничего сильного не дымит. Потом в квартире, когда вот чуть-чуть этот дымок рассеивается, он, кстати, визуально его не видно. Остается очень-очень приятный запах, вкусный. Тут самое главное, что не спешить. Точно так же читала, что 2-3 часа, 10 часов обжаривать. Ну, видите, у меня это заняло 50 минут, при этом без особых жертв со стороны окружающих. Если плита газовая, то, да, по температуре это получилось где-то 250 градусов, 220-250. Если плита газовая, то, ну, там уже смотрите, подрегулируйте. То есть сначала, может, есть смысл хорошо прогреть, а потом немножко уменьшите газ. Вот как раз таки, чтобы лучше оно обжаривается чуть медленнее, но более приятно для вас. В итоге получились вот такие вот брусочки. Опять же, камера чуть-чуть цвет искажает. Они такой легкосерого цвета, нигде не подгоревшие, ничего. Очень приятно пахнут. И сейчас мы их уже будем помещать в вино. Значит, для белых вин дозировка от 0,3 до 1 грамма на литр. Ну, у меня 3 литра, следовательно, 3 грамма мне надо будет и добавить. Получается, у меня это всего лишь такие вот 2 маленькие щепочки. Ну, я попробую еще одну положить. Да, получилось в 2 раза больше, но мы уже можем контролировать время. То есть попробуем уже так, как есть. Конечно, это надо закладывать на нормальные объемы, не на 3 литра. Ну, как говорится, кто мне мешает попробовать, когда результаты будут на маленьком объеме, а потом это все можно масштабировать. Все, щепки отправились в банку. Я ничем их дополнительно не обрабатывала. Они только с духовки, но остывшие. То есть они нормально остыли. Чистые, остальное сложу в пакетик. Ну, как говорится, на них никакой гадости завестись еще не могло. Они чистенькие, поэтому достаточно просто так положить. Кстати, щепу можно добавлять абсолютно на любом процессе приготовления вина. Можно в процессе брожения добавлять, можно после. Ну, как видите, я уже пробую после и, соответственно, делюсь с вами результатами. Ну, что ж, как я вам и говорила, то есть две недели прошло. Какие могут быть еще нюансы? Дело в том, что чем еще хороша дубовая щепа, здесь мы сами себе художники, сами себе хозяева. И мы можем выбирать, да, сколько держать, да, сколько хотите. По дозировкам я вам сказала, если ж где-то что-то упустилось под видео, нажав кнопку еще, я дополнительно пропишу. Но, то есть мы художники, мы держим столько, сколько мы считаем нужным, и столько, сколько нам приятно по вкусу. Недельку подержали, попробовали. Две недели подержали, попробовали. Есть еще такая рекомендация. В одной какой-то емкости сделать очень концентрированную и потом разводить, купажировать. Можно и таким способом сделать. То есть, ну, решать вам, в принципе, всегда рекомендую. Любые какие-то добавки, еще что-то попробуйте на малом количестве. Если вам понравится, значит масштабируем. Ну, а если не понравилось, то не жалко. То есть об этом следует помнить. Этим, мне кажется, есть смысл руководствоваться. И еще такой момент, когда добавлять. На самом деле, дубовую щепу можно добавлять в любой момент. Можно добавлять прямо при начале брожения. Дубовая щепа может стимулировать яплощно-молочное брожение. Во время брожения можно добавлять необжаренную дубовую щепу. Это будет вполне нормально. Ну, и рекомендую тоже, если мы добавляем дубовую щепу в процессе, держать ее до конца. Как мне кажется, вкус может быть сложновато контролировать. То есть этот момент я не пробовала. Дальше мы можем добавлять тоже по окончанию брожения в любой момент, когда мы захотим. То есть, ну, понятно, да, у меня уже это снято первый раз с осадка. Вот там чуть-чуть вины камень выпадает. Еще рано что-то с ним сделать. Пусть стоит дальше. Я добавила уже. Можно добавить еще чуть позже. Ну, в принципе, достаточно удобно добавить именно после окончания брожения. Единственное, что если мы выдерживаем вино дольше, то есть вот оно там осветлилось, например, и если мы вообще собираемся его хранить, например, в феврале уже там немножко будет меняться вкус, мы добавляем тогда, и тогда нам будет, как бы, ну, скажем так, проще контролировать вот эти вкусовые качества. Ну, зависит от того же, сколько вы собираетесь хранить, сколько у вас объем. Если объемы небольшие и планируется выпить вино в какое-то такое ближайшие 2-3-4 месяца, то можно сразу после брожения щепочки добавлять. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших виноградов. Мои контакты, также оставлю пропорции по дубовой щепе. Ну, а те, кто решил все-таки обзавестись дубовой бочкой, для меня скоро начнем ее готовить. Чуть-чуть подождите, и обязательно все будет. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok